85 лет исполнилось нашему региону. 15 июля 1929 года был образован Ненецкий национальный округ, который через 48 лет стал Ненецким автономным. Территория округа более 176 тысяч квадратных километров. Это самый малонаселенный субъект Российской Федерации. В состав округа входят Заполярный район и городской округ город Наринмар. Заполярный район включают в себя поселок искателей и 18 сельских поселений. В течение всего года юбилей округа посвящены различные фестивали, конкурсы самодеятельности, творческие состязания, изобразительных искусств, выставки и спортивные соревнования. Ненецкая телерадио-овещательная компания готовит документальный фильм, посвященный региону и его жителям. А радио Наринмар-ФМ проводит акцию «Поем вместе» гимн Ненецкого автономного округа. Гимн – один из самых главных символов региона. Слова гимна Ненецкого округа написала Инга Артеева, а музыку – Татьяна Артемьева. По словам организаторов акции, основная идея – исполнение гимна местными творческими коллективами. Участие в акции уже приняли исполнители культурно-делового центра «Арктика», ансамбль «Родные напевы», студия «Иллипс», дом культуры «Села Красное», детский сад поселка Хрута. Аранжировку гимна сделал композитор Николай Епифановский. Текст гимна был талантливо переведен и на ненецкий язык. Его исполнила Валентина Тайбарей. Каждый желающий может также прислать запись вокала или аранжировку окружного гимна на электронную почту инфособака.трк.север.ру. Наша акция еще будет продолжаться до конца сентября. На данный момент у нас более семи записей. Одна из них на ненецком языке, которую исполнила Валентина Ивановна Тайбарей. Гимн объединяет людей. Всем спасибо большое, кто принимает участие. Будем ждать работы. Почтительное отношение к государственным символам – не просто вопрос культуры или воспитания. Это принципиальное требование уважения к стране, вопрос защиты чести и достоинства как внутри государства, так и за его пределами. Гимн должен знать каждый с детства, говорит Алексей Шигарин, заведующий музыкальной частью Культурно-делового центра Арктика. Это важный элемент патриотического воспитания человека. Какое бы важное мероприятие ни проходило, гимн звучит всегда. Гимн исполнять сложно, но если его исполнять, скажем так, в концертном, настоящем, профессиональном варианте, но гимн можно исполнять и детям. Гимн можно исполнять и бабушкам, и дедушкам, и мамам, и папам. Самое главное, чтобы это звучало с душой и с пониманием того, что они хотят передать. Сотрудники радио «Наринмара-ФМ» отмечают, что жители все больше стали интересоваться гимном своего региона. Знают его далеко не все, но некоторые согласились пропеть несколько строк. Наш округ заполярный, родной любимый край, Тебе поем мы славу, Живи и процветай. Поем тебе Ненецкий округ, Великой России опора, Да здравствует Север любимый, Бескрайние трунды просторы. Все исполнители гимна получат памятные подарки. Более подробную информацию можно получить по телефону 2-102-5. На сайте нашей телерадиокомпании www.3wtrksever.ru размещены текст, партитура и оригинал гимна Ненецкого автономного округа. Сегодня здесь передаются самобытные культурные обычаи, любовь и уважение к созидательному труду, традиции радушия, гостеприимства и взаимопомощи. Сегодня перед вами стоят перспективные многоплановые задачи. Прежде всего, речь идет о привлечении крупных инвестиций, модернизации промышленных и добывающих предприятий, поддержке малого и среднего бизнеса. Уверен, что вы будете прилагать все усилия для достижения намеченных целей и работать на благо родной земли и всей России. Желаю вам успехов! Свои поздравления округу отправил и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Это важное событие для тех, кто родился и вырос на этой суровой земле, связал с ней свою судьбу, отдал ей свой труд и знания. Ваш северный край уникален своим этническим многообразием, культурной самобытностью, обычаями и традициями, говорится в поздравлении. Жителям округа выпало немало трудностей на пути становления и развития региона. Но их трудолюбие и любовь к родной земле помогают сегодня поднять на новую высоту экономику промышленное и сельскохозяйственное производство, увеличить темпы строительства автомобильных дорог. Уверена, что и в дальнейшем целеустремленности и трудолюбия жителей Нинецкого автономного округа будут направлены на раскрытие потенциала региона, укрепление российской государственности. Желаю вам и всем жителям Нинецкого округа счастья, здоровья, благополучия и новых трудовых достижений. Субтитры создавал DimaTorzok